Я так понимаю, что Депардье так стало стыдно за своего президента, что он уехал в Россию и живет в Саранске. Ну это как бы так утрированный пример. И там налоговые вопросы. Я думаю, что не только его налоги увели в Россию. Просто захотелось пожить в более хаотичной стране и узнать, что это такое. Я думаю, все он прелести сейчас имеет, зато и снимается здесь отлично. Но действительно, когда Европа объединилась, она грезила какими-то надеждами, что это будет единое сообщество, единая валюта, единые какие-то ценности. А ведь оказывается, итальянская нация в корне отличается от французской, французская от испанская, испанская от немецкой. А тем более английская в корне от всех остальных. Поэтому, может быть, скоропалительно было объединение Европы. Оно упростило какие-то процессы, передвижение, оплаты и так далее. Но право нации на самоопределение, это еще та самая знаменитая ленинская фраза, на самоопределение. Как только начинают размывать нацию, она начинает сопротивляться. Поэтому вот эти все демонстрации сейчас, эти проявления, пускай там и гейские парады против гей парадов. Мне кажется, Европа становится более пуританской снова. Они понимают, что ценности должны какие-то семьи возвращаться. Хотя Европа была настолько разнузнанно расхлябанной в 60-е, 70-е. Движение хиппи, штатовское и западноевропейское. Вот, теперь эти понятия возвращаются, мне кажется, в семью. Это последнее, что есть. Потому что иначе, если будет полный разброд, общество начнет распадаться. Французское, немецкое, итальянское, оно просто начнет расклеиваться. Оно уже расклеивается, по сути. И так как нивелируется нация, она начинает объединяться. И это неизбежный процесс. Вот это объединение происходит. Я не удивлюсь, если снова возникнут границы между Францией, Италией, Испанией и Германией. И Восточной Европой тем более. Где более нищие страны, ну как более неразвитые. Та же Болгария, которая ломом со своими цыганами летит туда с Румынии. И просто таборами переходит туда, потому что нет паспортного контроля. Которых потом таборами депортируют обратно в Румынию, под Бухарест. То есть, идут процессы очень бурные. Поэтому, отвечаю на вопрос коротко. Мне кажется, Европа возвращается к своим старым устоям 50-х годов. Все началось в 60-е, это свобода. И скорее всего, этим спасает себя. Вот так.